Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Как вы помните, на остров, кроме Капаклы, приехали две новые участницы. Это Алиса Литинская и Олеся Клочко. Девушки не стали влезать в пару Ромы и Марины Африкантовой. Алисе сразу понравился Виталий Малышев. Это у них взаимно. А Олеся в реальном времени призналась в симпатии к Никите Шалюкову. Они переписываются и скучают друг по другу. Зрители Дома-2 нашли информацию о прошлом Никиты. За проектом у него осталась бывшая жена и сын. И таким образом в полку алименщиков на проекте прибыло. Как вы помните, Майя Донцова хочет сделать пластические операции. Ее мама и Алексей Купин пытаются отговорить девушку. Несмотря на ультиматум, который поставил Алексея, Майя выбрала операцию. Она считает, что это только ее дело и не собирается слушать маму и Лешу. Майя и Алексей публикуют снимки с прогулки по Москве. Такие выходные у ребят бывают нечасто. Олеся Лисовская тоже хочет увеличить грудь. Но Вальтер Соломенцев против. Он любит Олесю такой, какая она есть. Он очень сильно ревнует ее. Он случайно прочитал старую любовную переписку Олеси с ее бывшим парнем. Вальтер приревновал и попросил сжечь их. Но девушка не стала этого делать. Это ее история. Важная память. Оля Рапунцель, недавно покинувшая проект со своим мужем, публикует новые снимки. Девушка ходит по магазинам, делает необычные брендовые прически. Ольга Васильевна Гобозова ответила на вопросы зрителей про съемки передачи на самом деле с участием Саши и Алианы. Ее туда звали, но она отказалась приехать. Нас уже ничего не связывает, кроме внука. И помогать ей зарабатывать грязные деньги мы с мужем не собираемся. Мы не хотим ворошить все былое и трясти бельем на всю страну. Бывшая участница Дома-2 Анастасия Политаева попала в тюрьму. Девушке дали срок за проведение мошеннических операций. Ей назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы. Также она обязана выплатить штраф в размере 150 тысяч. Напомним, что на проекте девушка пыталась отбить Сашу Задойнова у Элины Камирен. Андрей Чуев написал пост о благородстве Саши Гобозова. Он оставил Алиане машину. Также он оставил контракт в компании, в которой работает, и который приносит Алиане 200 тысяч в месяц. Если бы он разделил контракт пополам, то Алиане пришлось бы платить за Мерседес по 60 тысяч в месяц, полтора года, а так ничего. Также он оставил бывшие все деньги, которые шли на совместную карту в течение года. Хотя он тоже имеет законное право на половину. Еще одна бывшая участница Снежана Камбур рассказала о своей радости. Девушка купила квартиру за 6,5 миллионов рублей. Поклонники оценили новый образ Марины Мексики. Она похорошела после того, как уменьшила губы. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok